Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна и добро пожаловать в игру состязания звезд скачки. Итак, сегодня мы займемся своим любимым делом, это созданием лошадей. Я очень сильно хочу Аполлозу, но давайте посмотрим работы сообщества, последние работы, так как сюда добавили очень много мастей новых. По фильтру новинка поставим, посмотрим какие новинки вообще представлены, загружены игроками. Так, интересно, ну из новых мастей я ничего такого не вижу, все из старых. В принципе не знаю даже. Скорее всего будем создавать масть свою. Посмотрели новинки, так редактор лошадей создаем. Ну что же, это будет жеребец, так как я его хочу сделать впоследствии племенником для разведения. Любимая позиция, середина давайте, пускай будет дистанция на длительной дистанции, да? Угу, 3200. Покрытие очень мягкого у меня нет практически, давайте выберем очень мягкое. Или очень жесткое, давайте очень мягкое. Имя я решила выбрать, я не знаю на русском здесь пишется или нет, я уже не помню, если честно. Так, это у нас английский язык. Да, пишется листопад. Очень странное имя. Не одобрено? Или одобрено? Нет, не одобрено. Ну ладно. Так, листопад, жеребец, дистанция, покрытие, все это выбрали. Показатели, класс, выбираем 10, естественно. Уровень по показателям 50. Мне придется вот таким образом его сейчас поднимать вручную. Максимальные показатели я выставила и максимально дорого теперь будет стоить моя лошадка на рынке. Давайте посмотрим теперь внешний вид. Ну раз я ее назвала листопад, вы наверное уже поняли, что я хочу что-то такое. Или гнидая, или рыжая будет по окрасу. Возможно что-то вот из этого варианта. Пока что оставим вот этот окрас. И выбираем масть. Мне очень хочется Аполлузу. Давайте выберем какую-нибудь. Вот так, мраморная чубара. Или чубарость все-таки. Ох, я теперь не знаю. Полу Аполлуза. Пояс лоскутная. Очень нравится лоскутная. И все, из Аполлуз это все, да? Ага, а дальше идет Чуб... А, нет, вот крапчатая Аполлуза. Кстати, мне она очень нравится. Скорее всего я остановлюсь на ней. Давайте, в принципе, рассмотрим все. Пятнистая. Аполлуза в маске. Окраймленная Аполлуза. Ну, тоже неплохо, в принципе. И Аполлузы у нас закончились. Дальше пошли яблоки. Вот такие яблоки. Можно все, в принципе, рассмотреть. Варианты почему бы и нет. Гречка. Различная всплески. Мраморность. Чубарость. Королевская чубарая. Двойка прикольная тоже. Так, шепот. Снежный покров. Так, помесь чубары. Не знаю. Чепрачная. Павлинья. Павлинию, кстати, Аполлузу я делала двух окрасов. Рыжая, по-моему, там у меня была. И темно-серая. Так, узоры. Спинка. В принципе, уже заканчивается у меня, наверное, у масти. Ну, посмотрим все. Раз уж решили выбирать что-то, да? Было бы из чего. Ну, есть здесь из чего выбирать. Здесь, конечно, полет фантазии. Я не знаю, успеваете ли вы читать название. Но, в принципе, это не так уж и важно. Смотреть просто нужно на масть. Так, я еще не все закончила. Ничего себе. Папона Аполлуза. Дымчатая Аполлуза. Я очень сильно хочу такую. Так, ну, я даже не знаю. Так, на какой мы остановились? На кропчатой, да? Давайте кропчатую все-таки выберем. Дымчатая тоже неплохо, но кропчатая класснее. Голова. Голову я хочу выбрать что-то вот с этим связано, да? Полумесяца. Или ровное пламя. Давайте ровное пламя более подходит. Носочки, в принципе, оставим, которые есть. Чуть-чуть поменяем, да? Ну, вот такая у меня будет лошадка. Листопад. Не очень похож на листопад. Надо более рыжую тогда выбирать, да? Что-то прям листопад, листопад. Может быть, вот так? Красные, да, листья. А красные у меня вообще есть варианты? Наверное... А, вот, такой вариант есть. Ну, прям слишком рыжая. Такая желтая. Ну, кстати, желтой у меня нет практически такого окраса. Наверное, давайте выберем вот так. Так, похож на листопад, не похож, не знаю. Сохраняем. Так, публиковать я не буду, не хочу. И по просмотру коллекции можно уже добавить на рынок эту лошадь. Показывает на рынке. Галочку просто ставим. Можно изменить. Ну, в принципе, менять я здесь ничего не собираюсь. Идем назад и уже переходим на сюжет и на рынок идем. Там она должна быть. По идее, здесь мы ее можем выкупить. Вот такой жеребец. Листопад она. Это он. 24 миллиона он стоит. Обалдеть. Кастомные лошади очень дорогие. Просто безумно дорогие. Но получается именно то, что ты хочешь. По самым высоким показателям. Так, отлично. С этим мы разобрались. Теперь давайте выберем амуницию. Идем в конюшню. Так, стоила для ухода экипировка. Сейчас нужно будет подобрать подходящую экипировку. Скорее всего, это будет уже последняя лошадь. Вы сейчас видите все мои лошади созданные. Кастомные, да? Листопад. Ну что, листопад, выберем тебе тоже рыжую экипировку. Ну, как вам? Настоящий листопад? Оставим? Оставим. В корзину. А сколько это будет стоить? Да, нам хватает. Покупаем. Теперь нужно обязательно пробовать эту лошадь. Кататься на ней. Пойдем на скачки соревнований в кросс-кандре. Естественно. Так, выберем сложность. Сложная. И самую сложную дистанцию. Листопад. Так, сейчас я вам покажу дистанцию. Я не буду скипать этот ролик. Чтобы вы посмотрели. Насладились, так сказать, картинкой. Здесь все как по-настоящему. Очень реалистично все выглядит. Ох, моя красотка. Мой красавец. Листопад. В следующем видео, скорее всего, займемся уже разведением листопада. Все, стартуем. Стартует лошадь везде одинаково. Здесь, к сожалению, старт отрегулировать невозможно. Он идет автоматически. Просто при нажатии пробела. Главное, вовремя делать повороты. Единственное, что здесь приходится при крутых поворотах спринт останавливать. Это не очень приятно. Но это единственная сложность в кросс-кантре. После старой квестрион здесь, конечно же, релакс. Полный релакс. Не нужно следить за точностью прыжков. Не нужно следить за скоростью. Скорость, конечно, здесь важна, если вы хотите быть в лидерах. Но если пройти на золотую медаль, то, в принципе, можно особо-то и не следить. Спринт в любом случае нажимаете. Обратили внимание, да, на баннеры? На название компаний, спонсоров. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре состязания звезд скачки. А с вами была Янита, и увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok